Привет, девочки! Я начинаю снимать для вас новый влог. У меня смешно собраны волосы. Тут ползет ко мне моя доченька. В общем, сейчас буквально есть пару минут, чтобы с вами поздороваться, потому что мы на самом деле ждем нашего папу, когда он приедет за нами с работы. И сегодня мы отправляемся в мини-путешествие, на которое я очень-очень сильно ждала по двум причинам. Потому что, во-первых, это путешествие связано с тем, что мы будем отмечать день рождения моей приятной, прекрасной, любимой подруги Маши, которая по совместительству является шикарным, талантлившим фотографом. И она ни одну съемку мне делала и здесь для Ютуба, и для какого-то контента для Инстаграма. И плюс отмечать мы это будем в одном из моих любимейших, опять же, мест — это Переделкино. И мы первый раз там будем останавливаться в гостинице. Потому что, если вы не знали, при Доме Творчества писателей, по-моему, так полностью называется, есть в гостинице, ее отреставрировали, восстановили, отремонтировали. У нас уже ночевали там друзья, оставались как-то, даже не один раз, по-моему. И, соответственно, мы знаем по отзывам, что там хорошо, но мы сами еще не были. Поэтому, предвкушаясь с нетерпением, мы едем втроем, потому что сынок мой, наш мальчик, уехал гостить к бабушке. Я в странном положении, потому что я ловлю свою дочку, чтобы она не ударилась в стол. У мамы, у кого поползли дети и начинают вставать с опоры, вы меня поймете. Не с опоры, а у опоры, наверное, правильнее сказать. В общем, ждем папу, заканчиваем собирать оставшиеся еще недособранные вещи и выезжаем. Субтитры подогнал «Симон» А наши друзья Субтитры подогнал «Симон» 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 Потом, наверное, я скажу вам, для какого. Сейчас возьму свою дочку, слежу через монитор видео няни, не просыпается ли она там еще. Вызову такси, мы поедем. И постараюсь вам что-нибудь хотя бы чуть-чуть там подснять бэкстейджем. Так, мы идем куда-то вот туда, мне кажется. А, нет, сюда, сюда, сюда. Сейчас будем искать, где здесь вход. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, девочки. Уже не знаю, который раз, 30-40. Я вам желаю доброго утра за этот влог. Я приехала к своему косметологу. Хочу сейчас попробовать у нее поснимать. Рассказать, что мы будем делать. Я абсолютно не накрашена, как вы понимаете. По плану у нас сегодня Hydro Facial. Это такая очистка. И меня постоянно спрашивают, что я делаю, когда показываю, что я была у косметолога. Вот постараюсь сегодня поснимать, если нам это будет комфортно. Давно мы уже не делали. Как раз неудачно именно тогда я не смогла купать вообще. Какое печально. Такой мягкий, хорошо очищать. Приготавливает кожу. Я всегда начинаю с зоны шеи. Мягонько очищать. Пылесосик. Конечно, это здорово. Что мы делаем? Мы раскрояем лимфу. Вот это все. Ты нанес какую-нибудь масочку, по масочку разогнал по масочке. Конечно, хуже не будет. А сейчас у нас какое-то? Сейчас наносим сыворотку Хрон Аппектит. Вот такая богатая пептидная. Коль чистенькая. Мы прям вымеряем ее. Под давлением, да? Вот эта насадка создает. Уже не высасывает, а наоборот отдаётся. Девочки, я уже дома. И решила тут я, по вашим, на самом деле, регулярным заявкам, снять, показать вам свой уход. Чем я пользуюсь. Здесь будет и утренний уход, и вечерний, и всякие разные. Вот моя основа, потому что есть ещё целая батарея масок. Но это не регулярный уход. Это там раз-два в неделю, когда я успеваю вспомнить то, что давно не делала маски. А вот это то, чем я пользуюсь постоянно. Давайте покажу, потому что вы спрашивали. Первое, что лежит торжественно по центру, это лосьон. Такой, знаете, как бы его назвать? Сером, наверное, от Елена Рубинштейн. Рубинштайн, честно сказать, не знаю, как правильно ставится ударение. Вот это его название. И, как видите, у меня уже, наверное, треть его осталось. Но он, безусловно, приятный. Косметика Елена Рубинштейн замечательная. Но я, честно, не могу сказать, что это вот что-то там прям вау, супер. Бегите за ним, заказывайте из-за морей. Приятный лосьон, приятный серум. Можно найти другие, если что. Далее, сыворотки. Они у меня располагаются вот здесь. И здесь у меня вот такая сыворотка от Маньо с неоцинамидами, галактомисисом. В общем, здесь всякие волшебные слова, которые хорошо воздействуют на нашу кожу. Она добавляет свечение кожи, делает, в общем, ту магию, благодаря которой потом можно не использовать Photoshop FaceTune и благодаря которой вам будут давать меньше лет, чем вам есть. Но я-то ей пользуюсь, как вы видите, еще не так долго. Просто в целом это классный состав. И имейте ее в виду. Ей я пользуюсь нерегулярно, наверное, пару раз в неделю. А регулярно я пользуюсь вот этими двумя. Вот эту утром использую. Она практически у меня закончилась. Там, на самом деле, вот кажется, что вообще ничего нет. Но там, наверное, еще две пипеточки максимум наберется. Это бренд Rare Paris. Вот здесь вот он написан. И в целом у меня это их вторая точно, может быть, даже третья сыворотка. Я пробовала разные. Точно помню, что у меня была зеленая. И честно скажу, какой-то кардинальной разницы я между зеленой и вот этой розовой не вижу. Но кожа хорошо себя чувствует. Так, знаете, немножко подтягивается. Я особенно люблю у Rare Paris их тканевые маски. Они просто божественные и дают очень крутой лифтинг. Далее, здесь у меня то, чем я пользуюсь на вечер. Это тоже чуть-чуть уже ее остается. Вот, смотрите, совсем немножко. От Биодерма. Биодерма, Биодерма. Увлажняющая с гиауроновой кислотой. Хорошая, приятная кожа. Действительно, после нее увлажненная. И теперь, что касается кремов. А нет, еще одна сыворотка оказалась здесь. Просто она очень хорошо смотрится со своими собратьями. Это сыворотка от бренда Don't Touch My Skin с витамином С. Тоже пользуюсь ей раз-два в неделю. И стараюсь причем подгадать, когда я вижу, что прогноз на следующий день... Я пользуюсь ей вечером. Что прогноз на следующий день пасмурный. Потому что по-хорошему витамин С, он, знаете, так немножко осветляет кожу, отшелушивает. Лучше, чтобы не было активного солнца. Либо обязательно SPF хороший наносим с утра. Теперь крема под глаза. У меня их два. Вот этот от бренда Dr. Circle. Наверное, так. Утром использую. Честно скажу, покупай больше не буду. Потому что для меня он ощущается, как просто какая-то водичка, девочки. Легчайший-легчайший лосьончик, я бы его назвала. А не фокус потерялся. А не крем под глаза. Крема под глаза я все-таки люблю более такие питательные, ухаживающие. Этот слишком легкий. И вот такой вот я купила. Вот манье. Как-то мы его с вами даже вместе распаковывали. Мне он нравится. Он очень густой. И, на мой взгляд, он хорошо работает, увлажняет кожу. Он не жирный, но он прям густой, такой плотненький. Знаете, не такая вода, как вот этот. И теперь крема. Здесь у меня утро-вечер. И здесь у меня тоже утро-вечер. Пользуюсь, вот знаете, по настроению. Но пока решила, что допользую вот эти, потому что я их раньше начала, чтобы срок действия их еще не истек. Потому что, видите, здесь... Ой, сейчас вы не видите ничего. Вот здесь вот, пожалуйста, фокус поймайся. 6М. Это значит, после вскрытия, в течение 6 месяцев, нужно использовать баночку. В идеале. Иначе ее свойства полезные будут теряться. Поэтому пока что пользуюсь этими. Двумя кремами-дуэтом от Эрбориан, как вы видите. Юдзо Сорбет. Называется серия. Это, соответственно, утренний. Они прям продавались даже вместе. И вот это вот ночной. Тут так и написано. А здесь тоже из вот этой линейки. От Don't Touch My Skin. Опять же, утренний увлажняющий. Легкий light. И вечерний. Здесь Rich увлажняющий крем. Очень мне нравится. И вот это действительно Rich. Он поплотнее. Такой прям хорошенький, но не жирный. А вот этот классно на утро. И на лето, в том числе, даже когда стоит сильная жара, он не утяжеляет кожу. Вот. Такая вот у меня батарея всего. Ну, на мой взгляд, это немного. То, что я вижу зачастую у девочек, даже не бьюти-блогеров, а просто у девчонок где-нибудь там в сторис выкладывают или на YouTube. Там раз в 10 больше, мне кажется, бывает. У меня так все довольно рационально. Если вам было интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Для меня это будет хорошая обратная связь. Я буду знать, что можно делиться с вами еще какими-то бьюти-находками, штучками, процедурами и так далее. Вот. А на этом у меня на сегодня для вас все. Получается такой, наверное, маленький, но очень уютненький влог. И надеюсь, что вам понравилось. И мы увидимся с вами совсем-совсем скоро в новых видео. Поэтому не переключайтесь. И если вы еще не подписаны, то не забудьте подписаться. Пока!